Как убрать программу, что не способна сама зарабатывать большие деньги? Это не программа, это реальность. На данный момент твоя реальность. Ты не способна зарабатывать сама большие деньги. И с этим надо смириться и начать зарабатывать хоть какие-то деньги, найти способы. Потом постепенно наращивать емкость, наращивать емкость. Еще, еще, и потом будут большие деньги у тебя. Это постепенный процесс деньги, это емкость, энергетическая емкость тела, энергетическая емкость сознания, уровень желания работать, объем готовности к работе, подвижность, креативное мышление, коммуникация с людьми. То есть это невозможно мгновенно, прям так раз и все. Если это мгновенно произойдет, то могут быть всякие проблемы с психикой. И выдержать эти деньги будет очень сложно. И не потратить их, не начать разрушения какие-то, совершать. Просто, да, я сейчас не способна заработать большие деньги, но, значит, я должна работать, если я хочу большие деньги. Значит, надо мне понять, разобраться, как все устроено, найти варианты и зарабатывать там 100 долларов, 200 долларов, 300 долларов, потом 700 долларов. Постепенно это как, ну, как, так же, как, ну, как емкость. У каждого человека индивидуальные программы, каких-то коррективных программ. Ну, можно себя обманывать. Я могу сказать, проработайте тему больших денег. Что будет, если у меня будут большие деньги? Представить, что у вас будут большие деньги. Вот это пережить, я там стану наркоманом, меня ограбят, меня убьют. Там, найти все вот эти замки. Ну, это про ваш индивидуальный процесс, я его постоянно даю. Мне кажется, нет смысла просто повторяться. Есть программа, я из солидарности буду бедным. У меня у папы не было денег, я тоже не могу быть выше папы. Чаще всего у мужчин вот это есть прога. Не позволяет любовь стать выше. Потому что ты как бы... Потому что ты принадлежная к нему, как будто бы, вот так же, как курением, соединение постоянное происходит с папой. Точно так же, как будто ты вот этим говоришь, папа, я не могу быть выше тебя, я тебя люблю. Я буду, ну, типа, такой же, как ты. Я, как бы, продолжу тебя в себе, твои программы, твою жизнь. Я никогда не отлавливал себе программы того, что я не становлюсь богатым, обеспеченным, лишь бы папе как-то... Она бессознательная. Удовлетворить папу, да. Но просто вот сейчас, например, что происходит? Я наоборот, мне хочется быть, ну, персоной, наверное, можно, наверное, так сказать. То есть я хочу прям, чтобы мой папа мойной гордился. То есть, может быть, имеет просто смысл вот... Тебе важно, ну, если про тебя говорить, можем это просто отрезать. Тебе важно разлепиться с папой. У тебя очень большая тоска. С папой, еще с каким-то мужчиной взрослым. И ты с ними срос, ты принадлежен к ним. И из-за этого у тебя нет денег. Ты их как будто постоянно вот держишь и обнимаешь вот все. И все, вот ты как бы сердцем с ними соединен. И у тебя не сепарировалось, не отделяешься от них. Типа мы всегда будем вместе, мы вместе, мы вместе, мы вместе. А из-за этого ты как бы повторяешь, ну, как бы их форму существования, там, достатка и все остальное. Потому что ты этим как бы свою любовь показываешь. И даже когда ты говоришь, что я, типа, хочу показать, чтобы он мной гордился, это ты продолжаешь его спасать. Ты показываешь ему. Типа, папа, вот, видишь, а могло быть там пример, могло быть иначе. Я тебя спас, я вот заработал, смотри. И ты как будто его дух хочешь, там, душу спасти вот этим своим действием. Поднять его мужское, там, не знаю, состояние, еще что-то. Нужно просто ставить их вообще в штуку. Что, типа, вот, смотрите, какого сына я вырастил. Да, да, какого сына ты вырастил. Тебе есть чем гордиться. Ты молодец. Спасти его пытаешься. Как мы, как, ну, если вот... Тебе нужно найти в себе самом силу увидеть то, что он сделал максимально то, что он мог сделать. И то, что он все равно является мужчиной, несмотря на то, что у него мало денег. Что мужчина этим не определяется. То, что он сделал какие-то застижения в этой жизни, которые он хотел сделать. Каждый живет, на самом деле, так, как он хочет жить. И вот его, там, его, там, система, его дух, душа, его сознание выбрало вот эту форму жизни, где он, там, зарабатывает меньше. Где он как-то живет, как ты со своей детской, там, мнение считаешь неправильно. Но его это устраивает. И вот это принять, вот эту любовь, именно вот к этой форме. Ну, вот к его вот этой форме. Не к какому-то идеальному папе, который бы мог быть, а вот к нему конкретно. А у тебя очень сильно вот эта связь любовная к нему, она хатная. И ты просто, ну, как вот в таком находишься, аффекте немножко, ну, вот на вот этой всей теме. Поэтому, как бы, женщина, отстраненное существо в твоей жизни, она, как бы, есть, то есть, то нет. Такая, типа, а, как бы, вот эта связь крепкая. Ну, это будет суперсложно, мне кажется, разобрать, копнуть, потому что я даже, ну, типа, даже примерно не понимаю. То есть, если я связь с папой четко понимаю, потому что у меня, я проживал вот эти состояния, когда я такой, блядь, ну, почему вот мой папа вот такой, ну, какого хуя? То есть, я прям вжил, вот у меня было вот это. Я такой, ну, пиздец. Можно же было, как будто бы, нормально выбрать. Ну, типа, такого, знаешь. Потом это состояние прошло. То есть, я просто принял его. Ну, вот, знаешь, там, как Осипов говорил, он говорит, однажды я напишу книгу, как проработать своих родителей. Это будет толстенная книга. И на каждой странице будет написано, отебитесь от своих родителей. Все, там больше ничего не будет. И я, как бы, эту фразу тоже понял определенным образом. И я такой просто, ну, вот, это просто, ну, он просто такой, это мой папа, я его очень сильно люблю. Просто вот, ну, вот так. Ну, типа, все. Покажи это не Сергею сейчас, а Сергею маленькому. Потому что ты его любишь бессознательной детской частью. И повторяешь его. И не позволяешь себе большие деньги из-за этого. То, что это ребенок твой не позволяет. Твое детское состояние. Не ты сейчас. Ты сейчас можешь слушаться кучей коучей и Осиповых, и как бы понять это умом. Но вот та бессознательная детская любовь, она не позволяет себе сделать шаг от него. То есть это вот привязанность на уровне вот этих вот жил буквально сердечных. И как вот маленькие дети любят с открытым сердцем, так и ты его любишь. Просто отделись. Если ты отделишься, это не значит, что ты его перестанешь любить. Именно вот прям представь Сергея вот с тебя маленьким и скажи ему, Серега, что ты там загоняешь? У тебя охуенный папа. Он тебя вырастил. Он тебя создал. Там он такой-сякой. Прям покажи ему, какой у тебя хороший папа. И вот ты должен сам ребенком в это поверить. И тогда ты сможешь двигаться как бы в своей уже гордости, что у тебя классный отец, классная семья. И тогда у тебя не будет желания доказывать что-то. Потому что ты просто доказываешь ему это на бессознательном уровне. То есть в какой-то момент модель поведения меняется, и ты просто что-то делаешь для того, чтобы, ну в смысле не из того, чтобы доказать кому-то что-то. Типа реализуешься для себя, а не для того, чтобы показать своим родителям какой-то молодец. Или показать солидарность. Ты не реализуешься, потому что ты не можешь. Папа, я тебя так люблю. Тебя вот это пройга. Папа, я тебя так люблю, что я не могу быть богатым. Это будет предательством. Мне на папе пиздец взрывается всегда очень сильно. Я какие-то медитации делаю. Вот я маленький ребенок, в комнате напротив садится мама. Вы можете сказать ей все, что угодно. Я такой, все, что угодно ей говорю. И вот заходит в комнату папа. Пизда, все, меня выбрасывает. Даже сейчас я сижу на мокром месте. У меня прям такое. Там очень много обиды было. Я делал эти медитации. Я прям, я не ожидал, если честно. Я все время фоново живу, что у меня все хорошо. Типа вообще нет никаких претензий, никаких предъявлений. Вообще все нормально. А когда я эту медитацию сделал, я вообще в шоке был. Бум, папа заходит в комнату, из меня как полезло это все. У тебя вместе с этим и ярость оттуда, и спонтанная недовольство. Это все оттуда. Это сдержанная суперэнергия. Это как любовь, но под большим гнетом. Там программы нельзя любить, если нет денег. Кто меня полюбит, если у меня нет денег. Вот там несколько этих программ, и сейчас их разматываешь. Даже я проговариваю, они освобождаются все равно. Ты же его любишь, не важно, там есть у него. Ты же его любишь. Абсолютно. И не важно, что он там зарабатывал или не зарабатывал. Да, вообще не имеет значения сейчас бы на это. Ну, видишь, ну, то есть деньги это сложная такая многогранная тема. Деньги это просто повод, чтобы посмотреть опять в себя, почему я это делала. Ты в сознании своем, Господин. Ты Господь, воплощение мира. Абсолют, что здесь царит без причин. И ты вызов для создавших кумира. Мы сами создаем свою историю, свою игру, свою реальность. Ты можешь проникнуть за границу непознанного, открыть в себе бесконечную милость Создателя, пройти в пространство Духа и эфирные слои Души, пробудить тело, запустить энергию кундалини, выйти из долгов и снять с себя печати, выйти в полную открытость и свободу, свободу Создателя, каждый из нас Бог в своем потенциале. Нам нужно только вспомнить об этом. Я приглашаю тебя присоединиться к путешествию в глубину, в живую или онлайн, в сердце острова Бали и стать частью нового курса «Вечные». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин